Добрый день! Сегодня я покажу сорта помидор, которые я делала в ролике. Обзор моих семян помидор. Первый ряд баллада. Как было описано, и я уже знаю, что это низкорослый сорт. Помидорки завязываются. Видите, неплохие, крупненькие. Так же само и дальше. Следующий, это загадка. Это новый для меня сорт. Я не сеяла. И он оправдал мои, как говорится, то, что я прочитала. Видите, он тоже низкорослый. Завязывается в среднем неплохо. Помидорки, так же само. Дело в том, что мы живем на юге, и у нас очень солнце палит, поэтому я сажу густо. Может быть, меньше завязывается, но зато они не выгорают. Потому что если садить редко, тогда они начинают выгорать. И мы поливаем раз в неделю. Следующий сорт. Джина. Это мой любимый сорт. Я его каждый год уже сажу. И помидорки. Здесь очень красивой формы. Они очень сладкие, мясистые. Как говорится, нет жидкости. Хорошо на салат, на консервацию так же можно. И хорошо они завязываются. Четвертый сорт. Это у меня рома. Я его не садила. Первый раз. Пока он соответствует тому описанию, что я читала. Кусты небольшие, 50 сантиметров. Помидорки такие сливовидные. Завязывается пока неплохо. Потом, когда созреет, будем пробовать, какие вкусовые качества. Сладкие, кислые, много семечек. Вот он тоже у меня завязался. Пятый сорт. Это у меня киевские. Сразу скажу, что они не соответствуют тому описанию, которое я читала. Это высота их. Было написано, что они 50 сантиметров. А они где-то до полтора метра. Помидоры такие залезались. Видите, они ребристые. Я вообще обычно такие не люблю. Как-то на картинке не было видно, что они вот такие ребристые. Посмотрим, что будет, когда они созреют. Следующий ряд помидор. Это у меня тут сборная солянка. Все, какие оставались, такие я посадила. Здесь я семена собирать не буду с них себе, потому что пока не могу определить. Тут и джина, и баллада, и все остальные. Еще я всегда сажу для себя большие, высокие помидоры. Это тут у меня и желтые, и красные, и розовые. Пока слабо залезались, но будем надеяться. Тоже они очень высокие. Я их сажу мало по рядочку, для того, чтобы покушать в салате. Они очень вкусные, сладкие в салате. Вот и все. Теперь будем ждать, когда помидоры наши созреют. И мы тогда будем дегустировать. И проверим все тогда на вкусовые качества, какие помидоры и какие стоит садить. Но я уже сразу для себя сделала вывод, что киевские я садить больше не буду. Вместо них посмотрю на следующий год. Может какой-нибудь другой сорт мне понравится, и я посажу. Так что вот такие. Заходите на мой канал, смотрите мои ролики, пишите замечания, пожелания. Я постараюсь всем ответить.